привет мои детки пошли в школу и садник связи с этим я имею возможность немножко выдохнуть расслабиться и поговорить с вами буду в таком цветном виде сегодня теоретка крашу сейчас снимала видео для моего второго канала я ужасно рада потому что дети дома это очень тяжело мы так в сентябре радовались что наконец пошел в садик малой пошел в школу старше и у старшего мы оформили продленку потом были долгие праздники на суккот и мы вот прям вот думаю сейчас это закончится и детки пойдут и мы сможем я смогу заняться своими делами может быть даже там видела где-то впереди своей жизни работу общение со взрослыми людьми но но нет не сложилось и 7 октября наш мир поделился на до войны и после войны как-то 4 февраля но это другая история сегодня началась школа продаленку пока не возвращают это непонятно просто продленку вроде денег не снимают а вот с частным садиком все по-другому платим 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 огромные деньги а частного сада не было не совершенно неизвестно будет ли как-то возвращать эти деньги или нет это зависит от того будет ли компенсировать это садику но это будет известно после окончания войны когда закончится война это вообще не понятно и в общем эти деньги улетели ну как бы вы никуда а деньги чтобы вы понимали мы платим за сад 3200 шекелей в месяц немало деньги с учетом того что за эти деньги я сидела дома со своими ребеночек вот поэтому это все крайне тревожно что делать не понятно ситуация полной неопределенности знаете мне что вспоминается у нас были был школе урок не помню как по моему обществоведение назывался это была начальная по моему даже школы я до сих пор помню и учительница задала вопрос что самое страшное в жизни и должен был каждый ученик а написать и потом ответить и я сказала ответа будущее на сказал это неправильно правильный ответ она сказала неопределенность а после чего у меня с ней был разговор говорю вы правда уверены в вашем будущем ваше будущее уже как-то определено такая вот была полемика еще в детстве была умненькая но сейчас я понимаю что конечно же она просто не смогла мне донести что будущее это скажем так находится внутри неопределенности то есть неопределенность это более обширное понятие чем будущее потому что но ну они очень близки но неопределенность это чуть больше чем будущее но конечно же неопределенность она всегда будущем но еще бывает и в настоящем поэтому вот чуть-чуть побольше понятия неопределённость, чем понятие будущее. Я не знаю, может, у кого-то будущее определено, террористов-смертников. Но моё будущее кажется каким-то... Особенно в эти дни полным неопределённости. Единственное, что у меня определено, это то, что мои дети пошли наконец с тему образования. И я немножко смогла выдохнуть, сделать хотя бы зарядочку утреннюю, поставить спокойно стирку без криков. Родители мне поймут, как это важно. Так, что у нас происходит? Муж работает в основном из дома. сегодня впервые поехал в офис. Их основного руководителя призвали на военную службу. Он резервист. Собственно, в Израиле практически все, кто здесь находится долго, это никто не Алим, Хадашим, они все сейчас находятся либо на юге Израиля, либо на севере, в военной форме. Вот такая ситуация. Алиму Мхадашима в этом плане даже не знаю, повезло или нет, ну, вопрос риторический. Вот так вот, я просто хотела вам обрисовать, что у нас происходит и какая я счастливая, что дети вышли в садики из школы. У меня были, знаете, в сентябре такие мысли глобальные, что я хочу сделать, у меня есть целый список, что я там хотела сделать для выставки рукоделия, панно из макраме, прочитать книжки. А сейчас я смотрю, половина этого списка какая-то нелепая. Она совершенно неприменима к той жизни, которую мы имеем. Вот так вот меняется в одночасье жизни. Даже мы думали вот о покупке квартиры, но что-то это тоже как-то как-то это видится уже неактуально. Вот такие вот истории. Как у вас вообще, ребята? Поддерживайте друг друга, будьте добрее. я не знаю, что еще сказать. Сказать, что все наладится, не скажу, потому что я топлю за правду. Ребят, ничего не наладится. Похоже, за нашу жизнь ничего не наладится. Это такие вообще такие штуки, они долгие. Это надолго, настолько надолго, что быстрее мы умрем, чем что-то наладится. Так что вот так, я не пессимист, я реалист. Ну, это я так думаю, знаете, оно может вот прям взять и все быстро наладится, и вы мне будете писать, а ты говорила, а ты говорила. Хорошо, если я ошибусь. Хорошо, если я ошибусь. И вообще, пусть просят в меня камень тот, кто никогда не ошибался. Ребят, я просто вышла, чтобы пожелать вам сил, терпения, выдержки, поддерживайте друг друга, потому что в это непростое время я не знаю, что сказать, потому что это невообразимо, то, что происходит. Любое решение ваше будет правильно, только если вы не вступили в ряды террористов. Живите, старайтесь не унывать, но не забывать почитывать новости, потому что я считаю, что те, кто не читает новости, находятся в какой-то своем розовом пузыре, который могут очень неприятно проткнуть. Ну, читайте новости, естественно, по мере ваших сил. Один раз в день кому тяжело читать постоянно, время выделяете, чтобы постоянно находиться в состоянии стресса, это невозможно, это просто гонит депрессии. Я принимаю антидепрессанты, ну, если вдруг кто-то не знает, собственно, как и треть населения Израиля. И если вдруг вам тоже нужно, задумайтесь, эта штука, не то, чтобы я вам кому-то рекомендовала, знаете, я не доктор, но подумайте, если ваше состояние не очень, сходите к врачу, проконсультируйтесь, может быть, вам тоже надо. Что мне подсказывает, что наше время уже не треют население Израиля, уже добрая половина перейдет со мной на эти прекрасные таблетки. Такие дела. Ладно, не унывать. Дети пошли в сад и в школы это уже не все дети Израиля, это естественно хорошо, половина сейчас только в Израиле пошли, потому что там, где юг, естественно, никакие дети не пошли в Израиль. Ой, шо творится, шо творится. Возвращайтесь, в шо творится, в шо творится, в школе, Продолжение следует...